Доброе утро, уважаемые слушатели! Кэйзи Сайнс, Кэйзи Науки или просто такая наука. Берите свой кофе и устраивайтесь поудобнее. И, конечно же, давайте погрузимся в последнее открытие из мира науки. Сегодня понедельник, а значит, пришло время для нашей сегодняшней рубрики «Утренний кофе», где мы расскажем о 10 увлекательных темах исследований, которые охватывают все сферы. От загадок электронов до необычных привычек комаров. Поэтому давайте начнем это уютное утреннее путешествие и эту прекрасную, дай бог, неделю с некоторых научных открытий, которые наверняка вызовут у вас любопытство. Но после небольшой заставки. Итак, наше путешествие начинается с статьей номер 10. Совместное ложе и маленькие умы. Безопасная сторона так называемых ночевок. Вы когда-нибудь задумывались, может ли то, что вы позволяете ребенку спать в вашей постели, повлиять на его развитие? Не бойтесь. Недавнее исследование показало, что совместное ложе или ложе никак не влияет на психологический рост детей. Исследователи развенчали миф о том, что совместный сон приводит к эмоциональным или когнитивным проблемам у детей. На самом деле, полученные данные свидетельствуют о том, что прижиматься, скажем так, к своему малышу совершенно безвредно, и вы можете спать спокойно вместе. Почему это исследование так важно? Что ж, в мире, полном советов по воспитанию детей, приятно осознавать, что некоторые из этих опасений можно развеять. Ведь совместное ложе или ложе часто является культурным или практическим выбором. И осознание того, что это не мешает развитию, придает родителям больше уверенности в своих решениях. Говоря о сне, давайте углубимся в науку о полноценном отдыхе для взрослых. Статья номер 9. Вы когда-нибудь задумывались, влияют ли ваши привычки во время сна на объем, скажем так, вашей талии или на размер вашей талии? Исследования показывают, что поддержание хорошего сна особенно важно для людей с избыточным весом. Ведь плохой сон может нарушить обмен веществ и способствовать дальнейшему увлечению веса, затрудняя непосредственно сам процесс избавления от лишних килограммов. Поскольку показатели ожирения растут во всем мире, к сожалению, понимание связи между сном и контролем веса может помочь миллионам людей. И уделяя приоритетное внимание хорошему сну, люди с избыточным весом, возможно, будет легче достичь своих целей в области, например, здравоохранения. Поэтому в следующий раз, когда у вас возникнет дискушение перекусить и посмотреть очередную серию, помните, что ваша кровать зовет вас не просто так. Теперь, когда мы поговорили о полноценном отдыхе, давайте переключимся и посмотрим, как голодание может повлиять на ваше здоровье. Статья номер 8. Вы когда-нибудь задумывались, так ли полезно голодание, как о нем говорят нынче? Исследователи глубоко изучили эту тенденцию, выявив как преимущества, так и недостатки. Хотя голодание может улучшить обмен веществ и продлить продолжительность жизни, оно также может привести к потере, например, мышечной массы и дефициту питательных веществ, если его не соблюдать должным образом. Ведь учитывая, что периодическое голодание становится популярной тенденцией в области здравоохранения, крайне важно полностью понять его последствия. Это исследование помогает людям принять обоснованное решение относительно режима голодания, балансируя между пользой и потенциальными рисками. Чувствую себя немного голодным после всех этих разговоров о голодании. Что ж, давайте отличаемся от темы питания и посмотрим, как дети, скажем так, соединяются с природой. Статья номер 7. Вы когда-нибудь задумывались, что влияет на связь ребенка с природой? Удивительно, но дело не только в том, где он живет, но и в его социально-экономическом положении. Исследование показывает, что дети с более высоким социально-экономическим статусом, скажем так, как правило, имеют более тесную связь с природой. Возможно, из-за более широкого доступа к зеленым зонам и активному отдыху на свежем воздухе. Почему это, если это не так важно? Что ж, понимание факторов, формирующих наши отношения с природой, может помочь в разработке образовательных программ, которые устранят непосредственно эти пробелы и обеспечат всем детям возможность привить любовь к миру природы и взаимодействовать с природой на равном уровне. От прогулок на свежем воздухе давайте сосредоточимся на микроскопическом мире внутри нашего тела. Статья номер 6. Избавьтесь от мертвых клеток. Раскрываем механизм очистки организма. Вы когда-нибудь задумались, как наш организм избавляется от мертвых клеток? Новое исследование выявило удивительный механизм, который использует наш организм для удаления этих клеточных остатков, скажем так. Вместо того, чтобы удаляться иммунной системой самостоятельно, некоторые клетки самоуничтожаются, подавая сигнал другим навести порядок. Это открытие может провожить путь к новым методам лечения заболеваний, при которых нарушается клеточный обмен. Например, при некоторых нейродегенеративных расстройствах. Это увлекательный взгляд на естественные процессы жизнедеятельности организма. По мере того, как мы и все глубже погружаемся в микроскопию, давайте обратим наше внимание на самый быстрый микроскоп в мире и его потрясающие открытия. Статья номер 5. Вы когда-нибудь задумались, можем ли мы на самом деле увидеть электроны в движении? Теперь, благодаря самому быстрому в мире микроскопу, мы можем это сделать. Исследователи разработали инновационный инструмент, который позволяет нам наблюдать электроны в действии, фиксируя их движение в режиме реального времени. Ведь это новшество может произвести революцию физики и химии, что придет к новым открытиям в области поведения материалов в мельчайших масштабах. Это все равно, что наблюдать за танцем Вселенной в режиме реального времени. Теперь, когда мы находимся в сфере невероятно малого, давайте перейдем к невероятно сложному квантовым вычислениям с статьей номер 4. Взлом кода. Стремление к квантумному превосходству. Вы когда-нибудь задумались, что потребуется для создания квантового компьютера, достаточно мощного, чтобы взломать современное шифрование? Исследователи делают большие шаги в направлении достижения этой цели непосредственно, приближая нас к новой эре квантовых компьютеров, способных взламывать коды или коды. Почему это, если это не так важно? Что ж, его последствия для кибербезопасности довольно огромные. Хотя интересно думать о возможностях, это также позволяет или даже в некоторой степени, наверное, вызывает опасения по поводу будущего конфиденциальности данных. Квантовые вычисления могут изменить все, от безопасной связи до финансовых транзакций. От футуристической сферы квантовых вычислений давайте вернемся к чему-то более приземленному, в буквальном смысле, комарам с статьей номер 3. Вы когда-нибудь задумывались, почему комары всегда находят вас? Я, кстати, одного вижу. Нет, видел его минут пять назад напротив меня летал. Но все же, задумывались вы или нет об этом? Оказывается, они обладают острым восприятием инфракрасного излучения, что позволяет им определять тепло тела и нацелиться на свои цели. Почему это, если это не так важно? Что ж, не просто для того, чтобы можно было легко избавиться от комаров или нанести какой-то крем, который не будет притягивать комаров. А по тем, по тому, точнее даже, что понимание того, как комары выслеживают людей, может привести к созданию более совершенных репеллентов или новых способов профилактики заболеваний, которые непосредственно переносятся комарами. Это небольшой шаг к тому, чтобы сделать летние вечера более приятными и избавить вас от укусов. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что притягиваете комаров, помните, это не только ваше обаяние, но и тепло вашего тела. И поскольку мы рассматриваем, как комары выслеживают нас, давайте на минутку задумаемся о том, как развиваются социальные ранги как в животном мире, так и в нашем собственном. Статья номер 2. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни особи всегда оказываются на вершине, в то время как другие нет? Исследование, которое называется «эффект победителя и проиграющего», показывает, что эти закономерности могут сильно влиять на социальную иерархию не только у животных, но и у людей. Вот так вот. И понимая эту тему, или даже понимая эту динамику, можем лучше понять, как формируется и сохраняется социальная структура. Также это понимание цены не только для понимания поведения животных, но и для решения проблем социального неравенства в человеческих обществах. И теперь, в качестве последнего и самого революционного исследования на сегодняшний день, давайте поговорим о самых ранних звуках речи. Статья номер 1. Первые звуки, издаваемые младенцами. Ранние этапы речевого развития. Вы к нам и задумывались, как младенцы начинают говорить? Исследователи обнаружили, что речевое развитие младенцев протекает намного сложнее, чем считалось ранее. И ранние звуки играют решающую роль в развитии языковых навыков на более позднем этапе. Почему? Это если не так важно, что ж. Это понимание может привести к более эффективному вмешательству в работу с детьми, которые подвержены риску задержки речи, что даст каждому ребенку лучший старт в жизни. Это напоминание о том, что даже самые маленькие голоса способны на великие совершения. И на этом мы заканчиваем сегодняшний утренний кофе. Сегодняшние исследования дали нам немного поводов для размышлений от микроскопических танцев электронов до самых ранних звуков человеческого тела. Теперь ваша очередь. Какая или даже какое исследование заинтриговало вас больше сегодня? Дайте нам знать в комментариях или в наших социальных сетях. Может быть, это комары, которые ищут тепло, или может быть, это тайны квантовых вычислений. Для меня это самая последняя статья про первые звуки, издаваемые младенцами. Ведь я сам люблю науку, я занимаюсь лингвистикой, все же связано с языками, и эта работа меня довольно удивила. Хотя, с некоторой стороны, довольно она и очевидна. Но все же, что насчет вас? И прежде чем мы уйдем, давайте также немного заглянем в историю в нашем сегменте в этот день. А в этот день, в 1930 году, Фило Фарнсворт, которому было всего лишь 24 года, запатентовал систему, заложившую основу для современного телевидения. Представьте себе, без этого изобретения наш уютный научный подкаст, Кэвзи Сайенс мог бы вообще не существовать. Вот так вот. А еще в 1883 году извержение вулкана Крокотау было настолько мощным, что его слышали на всех континентах, что привело к глобальному изменению климата. Это яркое напоминание о природной мощности. Насколько все-таки природа, мама природа, сильна. А на сегодня это все. Оставайтесь, как обычно, любознательными, оставайтесь заинтересованными в курсе событий и, конечно же, уютными. И мы снова встретимся с вами в следующую пятницу с новыми захватывающими открытиями. А так, хорошей всем недели! Субтитры подогнал «Симон»